Госдума намерена запретить работу коллектора навсегда. Хорошие новости для должников. По данным социологического опроса, 38% граждан имеют проблемы с оплатой кредитов и займов. И, скорее всего, все эти 38% уже узнали, что такое служба взыскания и коллекторы, и как они работают. Само собой, разумеется, ничего приятного в этом нет, так как их способы работы – это одно сплошное психологическое воздействие на должника, у которого и без того хватает проблем. Зачастую все это сопровождается безобразными смс-сообщениями, как должнику, его родственникам, звонками на работу и другими довольно грязными методами. Всем привет! Я Роман Родин, руководитель юридической группы «Дело-время» по совместительству юрист по списанию долгов. Наша компания законно избавляет граждан долгов уже более 8 лет. Сегодня я расскажу о том, что Госдума намеревается полностью устранить работу коллекторов. С вас лайк авансом и обязательно подписывайтесь на наш канал, и мы говорим простыми словами о ваших правах. Кто же подпадает под прицел коллекторов? Зачастую это социально незащищенные слои населения, а также мамы в декрете, пенсионеры, ну и вообще простые люди. Ведь именно они чаще всего становятся жертвами рекламного продукта, который предлагает взять займ каждому за 5 минут быстро и без проблем. Так называемые конторы с быстрыми займами МФО располагаются на каждом шагу, включая остановки, киоски, угол рынков и так далее, где их только нет. Конечно же, при выдаче таких микрокредитов никто не предупреждает, как быстро растут проценты и что человек с ограниченным доходом подписывает себе приговор. Потому что выплатить 50 тысяч рублей вместо взятых 5 тысяч рублей навряд ли ему по силам. Друзья, а я вас спрошу, напишите, пожалуйста, в комментариях, вот чем именно вас кошмарят коллекторы, если вы уже, конечно, с ними связывались. Нам очень нужна обратная связь от вас, чтобы сделать определенные выводы, как защитить наших клиентов от них. А что же дальше? Уже на следующий день после просрочки начинается атака коллекторов. Что они рассказывают должникам? Давайте разберемся. Что их посадят в тюрьму за долги. Мамам в декрете говорят, что органы опеки заберут детей. В целом на каждую категорию людей у коллекторов есть жесткий психологический способ воздействия, индивидуальный, естественно. Так, к примеру, Тамара Александровна к нам пришла со слезами на глазах. Коллекторы по телефону ей сообщили, что будут требовать возврата долга от детей и от соседей. При визите домой сказали, что отберут квартиру и она останется жить на улице. Представляете себе человека в 68 лет, который открывает дверь, а на пороге два амбала. И без зазрения совести давят на человека. И что она делает дальше? Конечно, от страха бежит в банк получать новый кредит, чтобы погасить старый. И не видеть больше этих коллекторов. Только теперь сумма уже чуть ли не в три раза больше. Ну и само собой, Тамара Александровна выплачивать не смогла. И таких историй сотни в нашей практике, а по стране вообще тысячи. В Госдуме уже готовят проект закона, ограничивающий деятельность профессиональных взыскателей долгов. То есть коллекторов. Соответствующие поправки хотят нести в закон о потребительском кредите. А также давно депутаты предложили вовсе сажать коллекторов на 10 лет за угрозы должникам. И выплачивать такой приличный штраф за свои действия. Кстати, у нас есть подробное видео на канале. Ссылку сейчас видите на экране о том, как бороться с коллекторами. Что предложили депутаты сейчас? Прежде всего, изменить статью пятого закона о потребительском кредите или займе. А в тексте договора о предоставлении кредита, если его подписывает пенсионер, внести обязательный пункт о запрете передачи кредиторам третьим лицам прав на взыскание. То есть хотят запретить банкам передавать долги пенсионеров другим организациям. Что я считаю абсолютно верное решение. Сейчас же банк может спокойно передать ваш долг другому банку или коллекторскому агентству, которое по сравнению с банком действует очень агрессивно при взыскании задолженности. И еще авторы проекта хотят добавить изменения в закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях. Прописать там, что кредитор не будет иметь право передавать персональные данные пенсионера коллекторам. Депутаты рассчитывают, что принятие законопроекта защитит права и законные интересы граждан, оказавшихся в трудном финансовом положении. Также, по их мнению, это позволит высвободить большое количество россиян, способных заняться производственным трудом. Речь не только о пенсионерах, а о всех категориях граждан. А какие же сейчас правила и ограничения в работе коллекторов? Их деятельность регулируется федеральным законом 230. Коллекторы не могут грубить, угрожать, порочить ваше имя, оказывать психологическое давление. Ну а вся информация о том, что за долги вас могут посадить в тюрьму, отберут детей, это просто ложь. Если вы внесли по кредиту хотя бы один платеж 100 рублей, то 159-я статья Уголовного кодекса, а именно мошенничество, вам уже не грозит. А ведь они так любят ей пугать. За такие действия коллекторов могут наказать и даже лишить коллекторское агентство лицензии. Кому жаловаться на коллекторов? Приставам. Закон обязывает приставов следить за работой коллекторов и разбираться с жалобами на них. Также можно обращаться в полицию и в прокуратуру тоже. Каждый более-менее подкованный должник уже хорошо знает, что именно разрешено коллекторам. Это только напомнить лишний раз должнику о том, что у него есть задолженность. И постараться договориться, когда и в каком размере он ее оплатит. Это все. Естественно, также они могут обратиться в суд. Коллекторы пришли к вам домой и угрожают. Стучат соседям? Немедленно вызывайте полицию. Теперь, друзья, вы знаете, что коллекторов бояться совсем не стоит. Вам просто важно продемонстрировать свою юридическую грамотность и дать понять, что вам не страшны их звонки и угрозы. Но ограничение из-за предработы коллекторов, конечно же, не списывает автоматические долги с граждан. Также я хочу вам напомнить, что существует 127-й федеральный закон о банкротстве и несостоятельности. С помощью которого можно законно списать все долги, включая коммуналку, кредиты, займы ФО, долги по распискам и многие другие категории. Законно через суд. Наша компания уже более 8 лет оказывает услуги по списанию долгов гражданам. Мы работаем без предоплаты, даем юридическую гарантию в договоре и предоставляем рассрочку на срок до 12 месяцев. Чтобы узнать, как именно в вашей ситуации списать долги, пожалуйста, пройдите по ссылке внизу и напишите мне в WhatsApp. Консультация, естественно, бесплатна. Друзья, ваши вопросы я жду в комментариях под этим видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал и поставьте, пожалуйста, лайк. Для вас это всего 3 секунды, а нам очень большая польза. Желаю всем скорейшего избавления от долгов, начинайте новую жизнь. На собственном опыте проверено без долгов жить лучше. Пока.